Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Бёрн Хаус Лэйн. Кажется, мы открыли какой-то проход. Это не точно. Я не помню, мы что-то тут делали палками и... Да? Да, такие? Ну хорошо. Деревянный загор. Понятно, понятно. У меня же мой цветочек. Ой, какой цветочек, господи. Вы поняли. Вот так вот. Давай аккуратненько проходим. Возьми обратно, не надо его прятать. Так, так, так. Смотрите-ка, кто здесь? Что? Так, ты наконец-то решил обратиться за помощью. Ты была так грубо со мной без всякой причины. Я всё ищусь на тебя, не тратимое время. Ты всего лишь очередной призрак. Я не хочу, чтобы ругаться, Женя. Можем снова стать подругами. Выбрать последнее, потому что... Или первое, или последнее, наверное. Но я не знаю, мне так кажется. Я не хочу, чтобы ругаться, Женя. Можем снова стать подругами? Кстати, об этом. Послушай, Энджи, из меня не выйдет хорошей подруги. Я не говорила, что могу и быть. Я сейчас очень зла на весь мир, а ты его часть, так что... Да, я просто хочу побыть одна. Ты страдаешь от синдрома отмены. Вот почему ты вела себя как дрянь. Да? Ты постоянно куришь, напоминай мне о том, как я делала это раньше. Так что, спасибо тебе за никотиновую ломку. Спасибище. Ничто так не помогает не думать о сигаретах, как пассивное курение. Но это уже не важно. Господи, боже мой. Да ну ёпта. Дженни? Её нет. Опа, сохранение. Это она намекнула сейчас на то, что я сохраняла слишком часто, я правильно понимаю? Типа, курение. Эээ, блин, она же, она же, ну... Я же это в своей комнате делала, она же тоже не, блядь, ладно. Я хз. Она же, да, она ведь и не видела этого, наверное. Ну, запах, наверное, всё равно есть, но... Я хз. Я не знаю, связано ли это как-то или нет, может быть, я просто надумываю. Мама. Да иди ты знаешь куда. Да твою ж ж... Я грибашу страшно. Я грибашу страшно. Я грибашу страшно. Да ну ёпты. А? Да разбей его. Зачем ты лагаешь? Пожалуйста, хватит с меня этого. Да беги. Да! Я плечо сделала. Тут не надо было ничего разбивать. Ай, чешется плечо. Ай, плечо чешется. Ничего не могу сделать. Давай. Черт. Один у меня был. Один патрон. Дай мне бензопилу. Слушай, забери у нее бензопилу. Нет? Роб украл его из прицела Кирана. Теперь он мой. Модифицирован. Выпускает оба патрона сразу. Штука мощная. Она требует перезарядки после каждого выстрела. И эффективна только на близком расстоянии. Да только вот у меня патрона на нее все равно нет. Так что фиг с ним. Типа. Так вот. Мистер Картофель. Да ну чтоб тебя... Ты еще жив. Я думала мы с тобой закончили в прошлый раз. Чел. Нормально же общались. Че ты начинаешь? Ого. Ты какой. Ты слышишь? Сколько тебя разбить то надо? Да нет. Это бредово. Сколько я раз тебя бить то буду? Не подходи. Залагал его в неподходящий блять момент. А я не знаю сколько я должна раз его так ударить. Это очень долго. Мне проще его убить. Ой блять. Ты гонишь. А ну пробеги вперед. Нет. Да ты гонишь. Вот блин. Да наверное давай. А. 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 Я должна реально это все время выбить? Да нет. Да ладно тебе. Что? Ты шутишь? Ноль. 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 Блять патронов нет. Это что шу... Это. Это что шутка? Как я буду это делать сейчас? Ам. Ам. Что ты мне такое пытаешься сейчас сказать реально? О нет. Да нет. Да нет. Твою ж. Мне наверное стоило брать побольше патронов и сейчас дробовика не тратить. Это жесть. Это очень долго. Это очень долго. Блять. Да ну ты гонишь. Шутишь с меня наверное. Шу... Блять. Шутишь. Пиздец. Это шутка какая-нибудь? Это очень долго. Это нельзя так. Мистер картофель. Извините. Вы точно хотите, чтобы я вот столько времени вас долбила этим топором? Это было блять еще в первый раз наверное его. Хотя нет. Не надо было. Это жесть. А это конечный босс-файт что ли? Ой сколько я буду это делать. Я наверное даже сейчас вырежу или остановлю или я хрен знаю. Это слишком долго будет. О господи. Это будет миллион, миллион лет. Прикинь если я еще случайно умру. Да я тут... Ты что? Я тут закончусь. Блять. Это невероятно просто. Это просто жопа. Ну ладно. Хоть топор есть. И на том спасибо как бы. Да? Это жесть. Я наверное даже комментировать не буду. Я просто сейчас... Жесть. Не, если я еще и умру случайно, я вообще тут закончусь реально. Не, если я не умру случайно, я не умру случайно. Нет. Да у меня б сердце остановилось, ты что? Давай ты не будешь лакать, когда у меня босс-файт идет, потому что иначе произойдет... Конечное. Ну ладно, в принципе осталось не так уж и много, да? Блять. Не мог бы ты отвалить от меня, типа в идеале? Капец. Вот зачем мне нужно... Я могла, наверное, и больше патронов себе на пустынерил взять, и было бы чуть-чуть быстрее. Ну... А может я могла еще и на дробовик не тратить, я фиг знаю, это честно. Не-не-не-не-не, подожди. Прыгни-ка. Да ебт. Я думала, я сейчас помру. Угу. Капец. Мистер Картофель, ты вообще не в себе. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пока ты лагаешь, я не собираюсь с тобой никак контактировать, даже не думая об этом вообще. Да ебт ты. Да ебт ты. Ой, это очень долго. Ой, это как долго, капец. Если я умру, это будет проблема, блядь, большая. Не-не-не-не-не-не-не-не. Блядь. Нет! Ух, страшно. Не-не-не, отходим. Еще отходим. Блядь. 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 Та ебт ты. Господи, мистер картофель, сколько можно? Ты реально задрал. Ты, ты умрешь сегодня или нет? Слушай. Не-не-не-не, подожди дальше. Вот так вот. Блядь, как. Да ебт ты. Что будешь делать? Мне бы еще один патрончик. Один единый. Ей-богу. Ладно, я так справлюсь. И с топором ничего. И с топором нормально, все хорошо. Правильно. Да, правильно. Там совсем мало осталось. Если я помру, а я обычно всегда, знаешь, помираю на самом... В самом-самом конце, в босс-файте, когда уже почти его убила, то это будет, конечно, эпик. Давай, еще один или два удара. Господи. Добей его, пожалуйста. Он опять сейчас встанет, и я там усрусь. О боже, а если мне не надо было тратить пустынный орел? Да нет, ну это жесть. Это было бы очень... Когда ты научилась так драться? Ты кто? Это что, ее муж? Джеймс. Но ты же... Я подумал, что тебе нужна помощь. С тем парнем? Да брось. Ты здорово его отметелила. Да, что ж. Он сам напросился. Ты правда здесь? Думаю, да, но... Я чувствую, что у нас не очень много времени. Мне бы хотелось... Обнять тебя. Последний раз. На случай, если мы вдруг проснемся, это кажется сном. Господи. Я скучал по тебе, Энджи. Те два года, что мы провели вместе. Были лучшими в моей жизни. Как ты сюда попал? Я... Я сам точно не знаю. Я был далеко, облуждал по пустынным улицам незнакомого города. Я замерз и потерялся. Но внезапно я нашел кое-что. Сразу понял, что это принадлежит тебе. Я должен был отдать это тебе. Что это? Я скоро отведу тебя к этому. Это напоминание о том, что иногда... Не все потеряно. Мне страшно, Джеймс. Мне кажется, я схожу с ума. Я привыкла притворяться сильно, и я старалась поддерживать тебя. Быть рядом. Но когда ты умер, я как будто умерла вместе с тобой. Все потеряло смысл. Я была совершенно опустошена. Прости. Я не хотела этого. Знаешь, что у меня тоже рак? Я умираю. Мне некого винить, кроме себя, ведь я сама курила все эти чертовы сигареты. А еще я пыталась покончить с собой. Это просто... Черт, Энджи. Почему? Почему ты решила так поступить? Я была в полном раздоре. Расстраивая. Но ничего не вышло, ясно? Так что я просто болтаюсь без дела. В ожидании. В ожидании. Да. Это знакомо. Ты все ждешь, ждешь и ждешь. Помнишь, как счастливы мы были вместе? Я не думал, что можно так сильно полюбить кого-то. Как в кино. Одинокая молодая медсестра встретила симпатичного незнакомца. Который к тому же оказался ее пациентом. Нам было наплевать на все это. Жаль, что этого нельзя было сказать о твоей начальнице. Да, но она просто ревновала. Думаю, она сама хотела тебя заполучить. О, я тогда выглядел прям как рок-звезда. Ну. Умирающий мужчина, не самый лучший кандидат в мужья. Даже для твоей начальницы. У тебя была ремиссия? Мы думали... Что ж, дерьмо случается, не так ли? Угу. Ты когда-нибудь жалела, ну, обо всем этом? Что сошлась со мной так близко? Лишь для того, чтобы твое сердце разбилось. Что за дурацкий вопрос? Я не стану на это отвечать. Знаешь, было в тебе что-то, чему я не могла сопротивляться. Это как поцеловаться с вампиром. Ты знаешь, идея плохая, но все равно делаешь это. Согласен. Но только потому, что я люблю вампиров. Я знаю. Черт, хотелось бы мне оказаться вампиром сейчас. Да. Я тоже. У вампиров не бывает рака. Я не хочу умирать, Джеймс. Я не готова к этому. Я нашла Бернхаус Лейн, узнала местные тайны. Я могу выжить. Лекарство есть. Я почти получила его. Но иногда в глубине души... Мне начинает казаться, что я ввязалась в бессмысленную авантюру. Все это не может быть настоящим. Как иначе? Это безумно глупо. Это вовсе не глупо. Ты же сказала, что почти получила его. Было бы безумием сдаваться сейчас. А если я проиграю? Тогда мы подумаем о плане Б. Но сейчас... Нам пора. Мы должны идти. Закрой глаза и считай до пяти. Я приготовлю для тебя сюрприз. Такое, что ты обязательно улыбнешься. Один. Два. Три. Четыре. О, это так грустно, блин. Пять. Обернись. Ты же умер. Да брось, Энджи. Мне правда нужно напоминать, сколько жизней у кошек. Я понял, что должен вернуть его тебе, как только увидел. Друг был потерян. Друг возродился. Он приведет нас через тьму. Приведет. Нам нужно лишь следовать за ним и не выходить за пределы света. Иначе тьма поглотит нас. Господи, котик. Господи, котик. Бози. Я тебя ждала. Да, я должна идти. Ты должен узнать, что я в последнее время подружилась с тьмой. Правда? Я большая девочка. Она меня больше не пугает. Тьма, о которой я говорю, это не просто отсутствие света, Энджи. Это состояние души. Именно. Она моя подруга. Я зову ее... Бренда. Вот как. Что ж, всегда держись поближе, иначе Бренда очень сильно разозлится. Блин, капец. Лунный свет. Я держусь так близко, как могу, отвечаю. Где мы вообще идем? Мама. Где? Где ее? Где он? Муж пропал. Джеймс. Нет, стой. Не ходи. Нет. Ну да, это, наверное, это было логично. Его нельзя вытянуть. Прощай, любимый. Божечки. Кисик. Высоковато, но не думаешь, что у меня есть выбор? Да прыгай. Лунный свет. Ты где? Ничего не сломала? Ладно, я не против. Так. Там какой-то звук был. Как будто кто-то храпит. Ооо, понятно. Ладно, давайте на этом закончим тогда. Раз у нас тут сохранение. И там кто-то храпит определенно. И лунный свет стоит там дальше. Окей. Ну, это было хорошо. Это было хорошо. Спасибо вам, Танчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твитч. Так же ставьте лайки, оставляйте комментарии. И кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения. И до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»